Банальные отписки, которые проблем граждан не решают. И вот именно поэтому мы хотим совместно наладить диалог, чтобы было видно качество ответов и решения проблем граждан. Подобный проект в Запорощи уже реализован. Огородовая Тамара Николаевна совместно с другими организациями под названием «Виткрытый мистер». Открытость власти и прозрачность – это самое главное, что сегодня может найти понимание в обществе. Потому что ситуация достаточно сложная, идут экономические реформы, растут цены, тарифы, и люди должны быть уверены, что каждая копейка, которую они сегодня платят, она пойдет по нужному направлению, она пойдет туда, куда человек их направляет. Мы бы миновали все эти, скажем так, проблемы, ситуации, которые у нас возникли в государстве, если бы власть была открытой. Мы благодарны фонду «Схидная Европа», который выбрал наш регион, потому что 89 было проектов из разных регионов и городов Украины, и они выбрали 5 городов, в том числе и город Запорожье. Поэтому в очень такой нелегкой борьбе, в конкурентной борьбе мы прошли конкурс и получили в город Запорожье такой проект. Проект заключается в том, что любой наш горожанин может по компьютеру на сайт выйти и заявить о какой-то проблеме, которая на сегодняшний день является, ну скажем, такой острой кризисной проблемой. И дальше городские власти должны взять в отработку эту проблему и дать ответ. Что главное в этом проекте? В этом проекте главное одно. Весь город может видеть, как, допустим, открытый люк или поваленное дерево, в какие сроки он будет закрыт, в какие сроки будет убрано дерево, берет или не берет какое-то структурное подразделение городской власти сразу в отработку, то есть просматривая этот сайт, этот продукт, как работает городская власть. Для этого нам необходимо было найти понимание со стороны городской власти и сотрудничество, потому что если есть карта, если есть ресурс, на который вывешивается проблема, то обязательно должны быть те коммунальные учреждения и те структурные подразделения, которые должны решать эту проблему. Нами были проведены семинары для чиновников, для тех людей, которые должны отслеживать эти проблемы. Мы отработали этот вопрос с общественностью и на протяжении полугода у нас в городе работает этот проект. Если говорить о результатах проекта, то на первом этапе мы были очень довольны тем, как работали наши коммунальные службы и наши структурные подразделения. Сейчас этот процесс немножко затормозился. Мы обращаем внимание на то, что вывешивается проблема кем-то из наших горожан, и она на протяжении месяца не рассматривается, допустим, райадминистрацией, одна из наших райадминистраций. Поэтому в развитии этого проекта уже в апреле месяце было принято решение горысполкома о создании рабочей группы и подписании порядка пользования этой платформой. То есть этот документ утвержден решением горысполкома, и он обязательен к выполнению всеми структурными подразделениями. Да, и это взаимодействие даже не двухстороннее, а трехстороннее. То есть фонд «Схидна Европа» подписал меморандум с городской властью, с мэром города и с общественной организацией благотворительный фонд «Едни за майбутние», которая является здесь их партнером по реализации этого проекта в нашем городе Запорожье. Поэтому сама работа власти на сегодняшний день нас, как общественность, как благотворительный фонд устраивает. Мэр города согласился, что это нужно для горожан. Собрали все необходимые заседания, встречи, дали возможность провести семинары, все. Но вот периодически, если мы обращаем внимание, что идет как бы такое торможение со стороны каких-то структур. Почему это происходит, мне непонятно. Поэтому я уверена, что в ближайшее время первый заместитель городского головы Дмитрий Александрович Свиркин соберет заседание рабочей группы и мы проанализируем работу этого проекта. Потому что это очень дорогостоящий программный продукт, который городу достался благодаря нашей общественной инициативе. То есть на сегодняшний день мы проявили такую инициативу и получили этот программный продукт в город. И если бы сегодня те проблемы, которые заявляют наши жители, о которых заявляют и которые на этом программном, скажем так, на этом сайте высвечиваются, если бы они вовремя решались, оперативно, быстро, я думаю, меньше бы письменных жалоб поступало. Меньше бы было ходоков, которые должны приехать там в райадминистрацию или в горы с полком, высидеть очередь, записать эту проблему и ждать, пока ему дадут ответ. Мы на первом этапе, первые полгода, вот с января месяца, когда у нас вступил уже в силу этот проект, и по 1 июля, мы этот этап планировали как пилотный. Поэтому мы сегодня, начиная с 1 июля, этот проект находится под контролем общественной организации Благотворительный фонд «Едни за майбутни». Мы продолжаем работать по этому проекту и контактируем с фондом «Схидна Европа». Очень надеемся на то, что городская власть все-таки в продолжение меморандума подписаны, обязательства определенные были взяты о том, что этот проект будет продолжаться. Поэтому мы очень надеемся на то, что будут проведены рабочие совещания, и этот сайт начнет наполняться более, скажем так, подробной уже информацией, и будут все структурные подразделения отрабатывать так, как положено, те проблемы, которые заявлены на этом сайте. Меня зовут Валентина Балбекова, я являюсь директором запорожского благотворительного фонда «Едни за майбутни». Наш фонд работает на протяжении 10 лет в городе Запорожье, занимается социальными проектами. Мы работаем на то, чтобы улучшить качество жизни нашей местной общины. В том числе одним из направлений фонда является соприяние, содействие социально-экономическим программам в городе, развитие благотворительности, развитие стандартов гендерного равенства, ну и развитие благотворительности. На момент мы бы хотели поговорить о таком актуальном и более того, феноменальном проекте, который называется «Открытый город». Я еще раз подчеркиваю, феноменальный, потому что всего лишь 10 городов в Украине подключены к этой платформе. Но с каждым месяцем эта сеть становится шире, все большее количество мэров подписывают меморандумы взаимодействия с фондом «Схидная Европа» и все большее количество украинцев имеют возможность через систему интерактивной платформы «Открытый город», общаться с органами местной власти. В мире такие практики уже существуют. За основу интерактивной платформы «Открытый город» была взята платформа, которая действует в город Пермь, Россия. И такой сайт есть в Великобритании, который называется «FixMyStreet». Отремонтирую мою улицу. В чем уникальность этой платформы? В том, что здесь сотрудничают, вот строится такой трехсторонний диалог органы местной власти, общественные организации и простые жители нашего города. Этот сайт работает не автономно. Им занимаются не только общественники или не только власть. Здесь строится трехсторонний диалог. На этом сайте имеет возможность зарегистрироваться каждый житель нашего города. Кроме того, у него можно зайти через социальную сеть. Адрес сайта «OpenCity.in.ua». Что нужно первое сделать? Первое нужно набрать в адресной строке адрес сайта opencity.in.ua, выбрать страну Украина, выбрать Запорожскую область и, следовательно, город Запорожье, если вы являетесь жителями города Запорожья. И у вас появится карта города Запорожья, на которой несколькими способами можно отметить ту или иную проблему. Проблемы выбираются из списка предложенных. Это такие проблемы, как ремонт дорог, проблемы, которые связаны с содержанием территории, с рекламой, с городским хозяйством, с безопасностью наших жителей, с транспортом, с дорогой и с зелеными насаждениями нашего города. То есть спектр проблем достаточно широкий, но существуют ограничения. Проблема, заявленная, должна быть только в рамках существующих правил сайта, ну и в том числе заявленных проблем. Местной властью нашего города было предусмотрено то, что это заявление на сайте будет приравниваться условно к обращению граждан. И ответ на такую размещенную информацию на сайте должен быть получен в течение трех дней. Житель может и видеть процесс решения заявки, может оставлять комментарии и точно так же ответственный человек за этот сайт будет иметь возможность общения с заявителем и тот, кто будет решать эту проблему. Кроме того, да, контактировать, да, есть возможность оставлять комментарии и так далее. Ну и кроме того, этот сайт дает возможность развивать микроволонтерство. Он дает возможность уже анализировать, систематизировать именно общественности, не государственному аппарату чиновников, которые зачастую видят эту работу только со стороны, скажем, внутренней, со своей стороны, со стороны человека, который работает в этой системе, а видеть работу системы снаружи и понимать, где она не отрабатывает и уже давать свои предложения для ее, скажем, дальнейшего усовершенствования, видоизменения и так далее. Потому что все прекрасно понимают, что система, если она начинает меняться изнутри, она, как правило, приспосабливается к тем, скажем, условиям, которые создают люди, меняющие ее изнутри, но никак не изменяет качественно свою работу на окружающий мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok